Всем привет! Меня зовут Настя. Вы находитесь на канале, посвященном вязанию и теплым вещам, созданным своими руками. Я вас приветствую в очередном недельном миксе. Будем говорить о вязании, о рукоделии, обо всем, что меня вдохновляет. Я вам желаю дальнейшего приятного просмотра. Привет, друзья! Сегодня воскресенье, середина дня, очень солнечно в Тбилиси, и я решила быстренько записать начало, первый эпизод для этого видео. В первую очередь хочу поблагодарить всех тех, кто посмотрел предыдущий недельный микс. Я так мечтала о том, чтобы его увидело как можно больше зрителей, и так и случилось. YouTube решил продвинуть видео, подписалось довольно много новых зрителей. Я вас всех приветствую здесь и очень рада, что вам понравился такой формат видео. Я такие видео выпускаю всегда по пятницам. Ну и сегодня очередной, и я к вам сразу с готовой работой. Только сегодня буквально у меня досох джемпер. Это оверсайз со спущенным плечом из пряжи Soft Donegal Tweed двойной. То есть это толстенькая пряжа. Вязала я джемпер по приложению Woolme, в котором можно сделать расчеты, введя свои параметры и параметры образца. Люблю именно эту модель вязать по данному приложению. Она получается очень удачной, ничуть не хуже, чем описание скандинавских всяких дизайнеров. Ну это вот по моим наблюдениям очень классная модель. У меня контрастные рукава и контрастная горловина. Сделано это было не специально, просто мне не хватило основной пряжи. У меня было ее 400 грамм, и мне вот буквально столько не хватило. Я изделие пока не взвешивала, просто сейчас оно досохло. Я его сразу же на себя надела и решила записывать эпизод. Очень комфортная посадка. Это оверсайз. Изделие подсело. Я записала небольшой сюжет до стирки, до проведения ВТО и после. И расскажу, что как поменялось. Но сейчас очень все здорово. Вязать было не так просто, потому что пряжа была в очень сильной пропитке. Покупала я твит в Ирландии на сайте Etsy. Шел заказ ко мне очень долго. И потом я докупила на сайте бобинной пряжи другой цвет. Бобину 700 грамм. И так вот отлично они вместе подружились по цвету. Мне кажется, что получилось здорово. Это очень базовое изделие, которое я планирую носить совсем с чем угодно. И с юбками, и с платьями, и с джинсами, и с брюками. Оно очень универсальное. И буквально точно такое же у меня есть в красном цвете. Я ношу это изделие зимой в декабре в основном. Оно у меня как-то поднимает настроение. Конечно, я еще покажусь в полный рост, в небольшом сюжете. Но пока давайте расскажу, чем еще занималась. На самом деле очень много чем. Но обо всем по порядку. Сегодня, наверное, в этом эпизоде расскажу про вязание. Ну а завтра уже расскажу про шитье. Потому что там пара процессов, которые уже завершены, прошли влажно-тепловую обработку. И никак не высохнут. И не знаю, успеет ли высохнуть до завтрашнего дня. Как только высохнут, тогда и покажу. Ну а я решила немножко отдохнуть от вязания плечевых изделий. Мне нужен определенный настрой. У меня есть много-много планов по вязанию плечевых изделий. Как для себя. И несколько изделий, возможно, будут на продажу. Одно будет в подарок. И пока я продумываю, как вязать следующий проект, я решила отвлечься на вязание любимых игрушек спицами. Я очень люблю вязать игрушки спицами. Вяжу я их по описанию трех авторов обычно. Это Луиза Кроутер, Лайер Гарланд и еще один дизайнер, который у меня сейчас вылетел из головы. Вяжу я по английской версии книги, которая называется Knitted Wild Animal Friends. В русской версии называется Вяжи, люби, приручай, по-моему. Это вторая книга из серии. И здесь дикие животные всякие. И я решила начать с чего-то несложного. На самом деле, мне нравятся все герои. Я думала вязать либо жирафа, либо бегемота. Сейчас я вам и того, и другого продемонстрирую. Так, где же у нас жираф? Вот так вот жираф выглядит без одежды. И вот так вот выглядит в платьице. Но мне почему-то захотелось связать бегемота. Девочку бегемота. Она в платье, но платье я, скорее всего, позаимствую у жирафихи. И вчера я приступила к проекту. Начала вязать, искала долго всякие клубочки. Хотела, чтобы этот зверек получился примерно такого же размера, как моя лиса, которую я вязала по предыдущей книге про систочку Адель. Было сказано на канале очень-очень много. И я решила связать ей подругу. Поэтому искала пряжу подходящего метража. В прошлый раз это была альпака от Дропс, тоненькая. И в этот раз я взяла бобинную пряжу вот такого серого цвета. Менять цветовую гамму самой бегемотики я не буду. Она серая, и у нее есть еще интарсия на ушках такого персикового цвета. И я взяла бобинный меринос. Он очень приятный тактильный. Вообще он похож на хлопок сейчас до стирки. И вчера приступила к вязанию отдельных деталей. Для начала я связала голову, пока ее не собирала, не набивала. Потому что думаю, может быть, буду стирать отдельно детали, а потом собирать. Но посмотрим. В принципе, полотно выглядит неплохо. Очень даже аккуратно. Вяжу я на спицах 2,75. Вязание поворотными рядами. Потом это все сшивается матрасным швом. Здесь нужно будет еще глазки оформить. Причем глазки в книжке обозначены пуговками. И у меня тоже, наверное, будут пуговки. Надо посмотреть, есть ли черные пуговицы. Нужны мне размеры. И еще за вчерашний вечер как-то вот хорошо работа пошла. Я успела еще связать два ушка. Ушки выглядят вот так. Их я уже собрала, но не набивала. И они не набиваются, по-моему, в описании. Ушки связаны интерти. Персиковые пряжи. Это холстгард супер софт. Это стопроцентная шерсть. Но мне она очень подошла по цвету. И, в принципе, по метражу тоже подошла. И я успела связать голову, два уха. И успела начать вязать туловище. У всех героев в книжке базовые описания на туловище. Ручки, ножки. Но я приступила к вязанию туловища. Здесь я еще пока не очень сильно продвинулась. Но я сделала основную серию прибавок. И теперь, по-моему, мне скоро придется вязать много-много рядов вниз лицевой глади. Поворотными рядами. На всякий случай напоминаю всем тем, кто начинает вязать игрушки спицами. У этого автора всегда первая петля в ряду не снимается, а провязывается. И вот таким вот образом пока выглядит тело. Работаю еще довольно много. Но я хочу как раз, пока я буду вязать игрушку, подготовиться к вязанию следующего плечевого изделия. И вообще люблю вязать игрушки спицами. Меня это очень-очень вдохновляет и радует. Вот такие вот новости по вязанию на сегодня. Я сегодня еще приступила к шитью целых двух сразу практически одинаковых проектов. О них тоже расскажу отдельно. И желаю вам дальнейшего приятного просмотра. Увидимся с вами завтра в понедельник. Привет, друзья! Сегодня утро субботы. Я завершила вязание твидового джемпера. Очень базового, очень простого. Оверсайз со спученным плечом. Вчера довязала и весь вечер занималась тем, что записала все расчеты из приложения в уме в тетрадку. Все-все-все описание записала. И сделала замеры. Записала их тоже себе, чтобы посмотреть, насколько сильно преобразится полотно после стирки. Я очень на это надеюсь. Пока полотно выглядит очень неровным, конечно же. Оно, кстати говоря, не косит. Я замечала за твидом одинарным, что он косит. А вот двойной, толстенький, у меня обычно не косит. Вот так вот сейчас выглядит полотно. Давайте посмотрим разницу, насколько видна в кадре между цветом рукавов. Вот такая вот разница. Я пока изделие не взвешивала. Горловина тоже немножко другого цвета. Он отличается, но я думаю, что это не очень сильно заметно. Вообще, это будет заметно только мне. Сейчас буду стирать. Думаю, что это будет не очень быстрый процесс, потому что нужно смыть всю пропитку. Пропитки очень и очень много. Прямо грубое полотно. И вязать было не очень приятно. Но я, тем не менее, все равно очень сильно люблю твидовые пряжи. Вообще, твид сам по себе люблю. И ткани твидовые. И шерсть натуральную с твидовыми крапинками. Мне кажется, что она выглядит очень-очень благородно. И отправляюсь делать ВТО. И потом вам покажу, когда изделие будет, наверное, уже разложено на полотице. И потом в сухом виде. Свитер постиран. Я уже поменяла полотенце. Уложила его аккуратненько. И что могу сказать? Он уже начал уменьшаться в объемах. Он стал уже на 4 см. В длину до проймы тоже подсел на 2 см. Рукава, как ни странно, почему-то не особо изменились. Но зато смотрите, как здесь сейчас хорошо видна разница между пряжей. Я решила, что так будет тоже симпатично. Все равно это очень базовое изделие. Оно не полосатое. И можно будет с множеством вещей носить. Давайте посмотрим на крапинки. Сейчас они хорошо видны. У более светлой пряжи крапинки коричневые и цвета camel. Вот так вот хорошо сейчас уже выглядит полотно. Смотрите, какой пушок появился. И крапинки на основной пряжи голубые и коричневые. Но все цвета базовые. И я уже представляю, какой красивый будет лопопейс из вот этой пряжи. И красный двойного от вида от Soft Donegal. Будет просто потрясающе красиво. Я вижу, что у меня еще немножко недостирано полотно где-то местами. Потому что где-то петли более забитые. И более пушистые где-то нет. Но я думаю, что потом это все еще исправится. Вот тут вот тоже видно, что что-то пошло не так. Но я это все исправлю. И вот так вот красиво сейчас уже все выглядит. Он, конечно, подсел. Но все еще довольно серьезный оверсайз. И будем ждать, когда высохнет. Я думаю, что я буду как-то его перемещать с места на место. Потому что, ну, холодно. Не знаю, насколько хорошо он будет сохнуть. Если что, буду таким слабым-слабым холодным феном его подсушивать, чтобы высох и чтобы с ним ничего не случилось. Ну, вот так вот выглядит джемпер сейчас. Продолжение следует... Привет, друзья! Снова с вами встречаемся на кухне. Сегодня понедельник. У меня было очень много разных-разных дел. И вот сейчас уже 5 часов вечера. Я только что закончила какую-то основную уборку. И решила, что здесь буду записывать видео. Потому что во всей квартире темно. И более-менее светлого уголка я бы и не нашла. Живая дизайн моего бегемота. За вчерашний день я справилась с туловищем. Пока все еще не собираю детали, не набиваю. Думаю, пока надо стирать или нет. Но вообще могу сказать, что петли довольно ровные. Все аккуратно. Единственное, я тут что-то... Одну убавку сделала немножко не в том месте. Вот интересно, заметно сейчас или нет. Если незаметно, то я и перевязывать на самом деле не буду. Потому что у бегемотихи будет платье. И вот эти вот убавочки никому не будут видны. Ну, а меня они не сильно смущают. Вот. Так что за вчерашний день я связала туловище. И приступила к вязанию одной руки. Вот столько провязала одной. Мне где-то еще примерно столько же нужно будет связать. Потом связать вторую. Связать две ноги. И это план на сегодняшний день. Я бы хотела подготовить все детали сегодня для сборки. Завтра, наверное, собрать, если у меня будет время. Ну, а потом уже приняться за вязание платьем. Ну, и процесс простой, довольно легкий. Единственное, у меня нить здесь скручена, наверное, из шести. Острые спицы хай-хай. И я постоянно подцепляю какую-нибудь не ту ниточку. Поэтому вязание не летит на спицах, но идет хорошо. Пряжа все равно очень приятная. Она, правда, на ощупь больше похожа на хлопок, чем на какой-то шерстяной пряжи. Но вязать все равно очень даже удобно. Она отлично подошла для игрушек. У меня будет большой остаточек. И для чего-нибудь еще пригодится. Вот такие вот успехи в вязании. Приятный процесс. Я пока думаю над плечевым изделием. Мне все еще продолжают мои зрители присылать ссылочки на всякие описания. Я в начале года, в январе, рассказывала в видео о планах, что я хочу связать джемпер, у которого будут либо по пляшу пуговицы, либо по регланной линии. И вы знаете, как раз сразу же после того, как я это озвучила, стало выходить очень-очень много описаний таких. Я, честно говоря, не знала, что это будет в тренде в вязальном, что это будет модно. Мне просто так захотелось. И я, видимо, попала в точку. Поэтому я пока думаю, нужно ли мне описание, или я справлюсь сама. Скорее всего будут пуговицы по регланной линии. Но это пока не точно. Ближе к концу недели. Я надеюсь, что я определюсь. Что еще я сегодня делала? Сегодня я еще посадила луковки гиацинтов. Тоже засняла для вас небольшой сюжет. Купила луковицы недавно, на прошлой неделе. Купила землю. И у меня еще было несколько луковичек с прошлых лет. Я обычно храню просто в шкафу на кухне, в темном месте. Они у меня там прорастают. Как только я вижу, что они прорастают, я их сажаю в землю. И у меня получилось несколько таких небольших кастрюлик эмалированных. Я думаю, что многие знают, насколько я люблю эмалированную посуду. Поэтому у меня было несколько старых предметов, специально приготовленных для того, чтобы посадить цветочки. Я это сделала. Но впереди у меня еще вот такие вот семена. Ожидают, я думаю, что может быть на этой неделе или на следующей я начну высаживать новые виды папиларгонии. Потому что написано, что можно их уже высаживать с января. И тогда они летом будут обильно цвести. Я так на это надеюсь. И буду, наверное, их сажать уже скоро. По поводу шитья. Давайте расскажу, чем же я занималась в выходные. Я в прошлом видео вам показывала, что я сидела и плела косы из тканевых лент. Ленты эти являются обрезками. Я их заказывала довольно давно в Китае. Они лежали, я им периодически пользовалась. И потом решила, что попробую сплести косы и с кос шить корзины. Казалось, процесс это очень даже непростой. Во-первых, это не какой-то джут, это не какой-то равномерный шнур. Я посмотрела несколько видео, как придать корзине форму. И я корзину переделывала трижды. Я распускала шов в зигзаг два раза. И только на третий я добилась более-менее подходящей мне формы. Но тоже на этом приключении не закончились. Так как это просто тканевые ленты, они не держали форму. Я не знала, что же мне делать. И в итоге решила накрахмалить. Взяла огромный-огромный валированный таз. И по принципу накрахмаливания вязаных снежинок я накрахмалила корзину. Корзина на самом деле получилась две. У меня здесь еще торчат какие-то ниточки. Я бы еще хотела, наверное, свою бирочку пришить. И вот тут вот на стыке рядов тоже какую-то тесемочку сделать, как делают обычно на корзинах из джута. Но вот смотрите, как хорошо держит форму корзина после накрахмаливания. Накрахмаливала я, кажется, вчера утром. И поставила к батарее и крутила-вертела корзину. Предварительно я ее сначала одела сверху на бутылку огромную стеклянную, чтобы донышко приобрела нужную мне форму. И вот теперь корзинка почти готова. Я думаю, что я сейчас пойду и закончу работать с ней. Но корзина получилась не одна. Эту корзину я переделала бы три раза. Но есть еще и корзина побольше. Корзина побольше выглядит вот так. Она немножко сейчас неровная. Ее очень сложно было посадить на что-то, потому что она большого размера. Было бы здорово посадить на ведро. Но ведра у меня дома нет. Такой, ну или маляромный, или какой-то такой. Поэтому она немножко неровная. Я думаю, что я ее еще буду отпаривать. Но она еще не досохла. И ниточки торчат. Но получилась большая корзина для мастерской. Вот так вот это выглядит поближе. Даже есть какие-то просветы. Очень было тяжело строчить, признаюсь честно. Я пыталась следовать технологии, чтобы у корзины были равномерные переходы с одной полоски на другую. Ну вот видите, она немножко все-таки пошла на расширение кверху. Но я не расстроилась. Мне кажется, что она все равно получилась классная, большая. И думаю, что пора одну из этих корзинок сделать мусорником для шитья. Потому что моя корзинка какая-то уже мне немножко маловатая, которой я пользуюсь. Шитая. Я ее приспособлю для каких-нибудь других дел. Но вот это, наверное, будет теперь моим мусорником. Видите, край немножко неровный. Но это хендмейд. Прям 100%-ный. И что-то в этом есть. Мне кажется, что даже очень неплохо выглядит и довольно стильно. Можно будет даже попробовать, наверное, подогнуть ее как-нибудь. Не знаю, будет она так делаться или нет. Да, наверное, будет. И будет тоже здорово. Работы было с корзинами немало. Я начала шить их в субботу, кажется. Или даже в пятницу вечером. И закончила только вчера. На кром хмалила. И хоть что-то из этого вышло. Так выглядеть она будет. Вот так вот. Если подогнуть. Как такой вазон. Ну, не знаю. Пока оставлю вот так. Нужно их доделать. Заправить все ниточки. Обрезать. И все. И можно ими уже будет пользоваться. Это еще немножечко нужно будет досохнуть. Ну, вот такой вот интересный был опыт. Мне хотелось попробовать сделать что-то такое. И мне очень даже понравилось. Отличные корзины для каких-то шейных вязальных мелочей получились для мастерской. Во-первых, это не пластик. Во-вторых, я какие-то свои остатки ткани израсходовала. И получился очень даже неплохой результат. Вот такое вот было шитье еще в выходные. Но на этом еще я не все. Я на прошлой неделе на развале Second Hand купила несколько предметов одежды из джинсовой ткани. Моя подружка очень просила меня сшить ей поясную сумку. И когда я ее спросила, из чего ты хочешь, чтобы она была, она сказала, что было бы здорово, если бы она была джинсовая. И у меня никаких джинсов на то, чтобы порезы дома не было. И я отправилась на поиски в Second Hand и нашла какой-то развал, где были какие-то совершенно устаревшие модели джинсов и джинсовых юбок, которые наверняка никто бы не купил. Стоили они просто совсем-совсем копейки. Я принесла это все домой, разрезала на части, постирала и начала творить. Подбирала прямо по цветам разные джинсы и юбки, чтобы хорошо все это сочеталось. Вот что у меня получилось. Я решила, что поясные сумки будут две. В прошлый раз я подружке шила обложку для ежедневника, сказала, что не знаю, смогу ли сделать себе такое. И поэтому я в этот раз решила, что буду сделать сразу и себе, и на подарок. И решила, что передняя часть этой поясной сумки, она будет не совсем маленькая, будет с блоком петчворк. Моей любимой звездой. И вчера я собрала два блока. Они немножко разные. В одном... Ну, я думаю, что видно, что они разные. Я подбирала цвета, по-моему, получилось неплохо. Здесь белый джинс, потом светло-светло-голубой. Темный я перевернула. Наизнанку дала лицевую сторону. И, по-моему, получалось очень даже симпатично. Сегодня или завтра мне муж принесет с работы выкройку. Я его попросила распечатать. И приступлю к процессу. Буду шить поясные сумки на лето. Мне кажется, хорошая идея. Они будут плотненькие. Я уже подобрала ткани на изнанку. И предстоит еще шить две сумочки. Вот такие вот дела. Еще кое-что сегодня шила, но я уже столько наболтала, что об этом, наверное, завтра. Вот такие вот интересные процессы на этой неделе. Я, честно говоря, никогда не знаю, каким получится видео, насколько интересными будут для вас сюжеты. Но все, что я делаю, меня очень-очень вдохновляет. И каждый раз это что-то свое. То цветочки, то какая-то выпечка, то больше шитья, то больше вязания. На спицах в этот раз пока очень отдыхательный проект. И впереди, я думаю, что много всего интересного. Поэтому прощаюсь с вами до завтрашнего дня. Немножко цветочных новостей. У меня на балконе живут всякие весенние цветы. И потихоньку проснулись цикламены. Цветут пока не обильно, совсем по чуть-чуть. Но готовятся к приходу весны. И думаю, что ближе к марту они начнут цвести. Также у меня колосятся мускари. И еще какие-то луковичные, которые были просто взяты бесплатно в Гардене Шеварнадзе. Там они лежали, можно было взять. Что-то мы с мамой взяли, воткнули. И оно начало прорастать. Ну и я подготовила гиацинты для посадки в эмалированную посуду. Делала фотографии в это время. И решила вам их тоже так показать. Здесь есть и новые, и старенькие, которые у меня прорастали и лежали, отдыхали в покое. Я посадила гиацинты в два таких небольших горшочка эмалированных, просто в землю. И надеюсь, что они в скором времени будут меня радовать и зацветут. Делала я их на специальной подставке такой, чтобы не испачкать весь стол кухонный. На кухонном столе в этот раз все это делала. И, по-моему, получилось симпатично. В композицию еще, в самую большую, я добавила натуральную рафию природную, пальмовую. Скрутила ее просто для красоты. И, по-моему, выглядит это очень мило. И все больше и больше чувствуется приближение весны. Привет, друзья! Сегодня вторник. У меня во вторник запись видео. Сегодня попробовала немножко изменить формат и сделать видео покороче. Тем самым, возможно, будет проще смотреть видео. Но для меня это было уменьшение количества времени, затраченного на монтаж. И так как время оставалось, я даже успела сегодня пошить. Но сначала про вязание. Вчера сказала, что в планах у меня было довязать все детали. Но все детали я не довязала. Что-то вчера была какая-то не очень внимательная. И у моей бегемотики на лапах должны были быть контрастные вот эти вот пятки и стопа. Но я сначала вообще про это забыла. Вывязала рядов 20. Потом я вроде бы вспомнила. Снова посмотрела не туда и вывязала. Опять не ту модель вывязала. Сейчас покажу какую версию. Как у жирафихи. Когда не только стопа, но и вот прям как обувь выглядят ножки. Снова распустила. И в итоге связала одну ногу. Вторую начала. Но не закончила. И связала две руки. Вот так вот выглядят сейчас руки. Вот так вот. Ниточки болтаются. Потому что ими я буду матрасным швом детали зашивать. Вот так вот выглядит нога. Каждый раз, когда кто-то из моих подписчиков начинает вязать вот эти вот ноги по описанию Луиза Кроутер, очень часто мне прилетает вопрос директ. Настя, десятый ряд. И Настя уже помнит, что в десятом ряду в середине ряда вы вяжете и закрываете петли. Вы вяжете и закрываете, чтобы сформировать изгиб ноги. Ну, на самом деле, все там очень просто. Вообще, у меня книга даже не на русском языке, а на английском. И в русской версии, не знаю, как там написано. Неужели так непонятно? Мне в английской понятно было все с самого первого раза. И потом вот это вот будет просто зашить. Ниточкой и иголкой. И вот на такой стадии сейчас вторая нога. Мне осталось просто вязать 68 рядов поворотных без убавок и прибавок. Потом закрыть петли и уже начать собирать детали. Хотя я еще не вывязала хвост. Хвост вроде не такой большой, но думаю, что хотелось бы сегодня со всеми деталями справиться. Ни в чем не запутаться. И собрать бегемота. И завтра приступить уже к вязанию платья и панталонов. Не знаю, есть там у нее панталоны или нет. Пока не проверяла. Но могу сказать, что если вы пока только посматриваете на игрушки, вязанные спицами. И не хотите связываться с англоязычными описаниями. Вот эти книжки две. Вяжи, приручай, играй и вяжи, одевай, люби. Луиза Кроутер есть на русском языке. И они намного проще, чем игрушки у Клэр Гарланд. Здесь, по крайней мере, в теле животных нет поворотных. Нет ростка, нет вязания поворотными рядами. И все намного проще. Задача поставлена, вы берете ее и выполняете. Я вообще, честно говоря, даже и уже забыла, что такое вязание по русскоязычным описаниям. Потому что я все время вяжу по английским описаниям. И для меня это вообще не составляет никакого труда. Я открыла, и все мне сразу становится понятно. Но бывают, конечно, моменты. Иногда я тоже пользуюсь переводчиком. Вставляю прямо текст, навожу телефон. И в гугл переводчике что-то перевожу, если у меня как-то смысл немножко непонятен. Но в большинстве случаев здесь прямо по ритам. Ряд 1, там, изнанка. Ряд 2. Делаем прибавки или не делаем прибавки. Либо вяжем по рисунку в середине. Здесь все достаточно просто. В одежде не все так просто. Я помню, что когда я вязала у лисички Адель панталон, они были прямо как на взрослого человека с посадкой нормальной. И там был росток вывязан у панталонов. Но я думаю, что в этой книжке тоже одежда очень даже интересная. Ну, давайте теперь немножко про шитье. Я вчера сшила сарафан и не принесла его. Я, наверное, просто его сразу примерю. Потому что это снова абсолютно обычный фасон. Круглая горловина, без рукавов сарафан. И юбка в складочку. Единственное, у меня эта ткань вообще лежала на юбку. И на юбку нормальной длины. А вот на сарафан мне длины не хватило. И он чуть-чуть ниже колена. Я думаю, что, конечно, на лето это вполне нормально. Но если что, я все-таки надеюсь шить под юбник, который будет подходить под все мои такие простые платья и сарафаны. И буду носить это так. Но, видимо, будет отдельный пример по сарафану. Еще я вам не показала готовую юбку. Еще не продемонстрировала на себе джемпер. И, в общем-то, в перерывах между моими разговорами я, наверное, буду периодически переодеваться и показываться в кадре. Ну, а сегодня, после того, как я закончила монтаж видео, я заглянула в свой ежедневный, в котором я записываю идеи и планы. И вспомнила, что я очень хотела сшить летний шоппер-сумку, которую увидела на Пинтерест и в Инстаграме где-то видела, даже у какого-то бренда, сумку с принтом Жуи. Я обожаю этот принт. Я очень много лет его люблю. И у меня даже когда-то были такие синие-белые обои. Я думаю, что если вы со мной давно, то вы наверняка помните вот эту ткань. У меня из этой ткани большая дорожная сумка сшита. Сшита косметичка. Из нее же у меня сделана обивка на летнем кресле. И у меня еще оставалась. И появилась еще другого цвета ткань Жуи. И я решила сшить шоппер. Я практически подошла к завершению работы. Все сшила. Но этот шоппер на затяжках. На затяжках по бокам. И единственное, что мне осталось сделать, это проложить две строчки в месте, куда будет продлеваться шнурок, и его, собственно, продеть. Но сейчас у меня уже на это нет времени, потому что 5 часов вечера у меня не готов ужин. И муж придет через полтора часа. Поэтому я сейчас после разговора с вами побегу на кухню готовить. Но если у меня уже потом останется минут 10-15, то я доделаю работу. Ну, стандартного размера шоппер. Я с такими хожу по городу. Я вообще обожаю такие текстильные сумки. Я не хожу с пластиковыми пакетами уже много лет. И у меня всегда даже с самой маленькой дамской сумочкой лежит какая-нибудь авоська. Если не такая, хотя бы такая авоська-сетка. И этот из жуи. Это такая мебельная хлопковая ткань. Очень приятная на ощупь. И внутри я поставила подкладку голубую. И это остатки от моего постельного белья. Это турецкий хлопок. Ну, и в этот раз я решила, что я все-таки сделаю хоть разочек какой-нибудь карман. Не могу сказать, что я в сумках особенно сильно люблю карманы и часто ими пользуюсь. Но у меня есть теперь красивая пирочка Anastasia's Inspiration. Нужно было ее поставить. И поэтому я сделала и кармашек в этот раз внутри. Ну, может быть, туда что-нибудь действительно буду складывать. Когда сумка будет готова, я вам ее еще раз обязательно продемонстрирую. Ну, мне кажется, она очень летняя. Просто джинсы надел. Ну, взял вот этот шоппер, кеды какие-нибудь, белую футболку и вперед в город. Очень мне она нравится. И, может быть, еще, кстати, резиночку для волос такую сделаю. Тоже на Pinterest видела у какого-то французского бренда. Тоже понравилось. И мне кажется, что мне такое тоже нужно. Тем более, что ткань снова немножко хотя бы осталась. Вот такие вот новости по шитью, по вязанию. И вчера вечером мне пришел радостный такой имейл. Одна из моих зрительниц позаботилась обо мне и подарила мне описание на джемпер с пуговицами по плечу. Я вам вчера рассказывала, что пока не знаю, какую буду модель вязать. Но в итоге за меня уже выбор был сделан. Описание от My Favorite Knitwear Design. My Favorite Knitwear, по-моему, называется в Инстаграме. Дизайнер, и я вязала по ее описанию воротничок. И теперь буду вязать джемпер. Он там в полоску. У меня будет не полосатый, у меня будет из секционной пряжи. Но вы представляете, я когда его открыла, я прямо ахнула. Потому что оказалось, что там такой же метраж пряжи, как у меня. Это не может не радовать. И, честно говоря, модель с пуговицами по плечу мне нравится немножко больше, чем по реглану. По реглану она как-то не очень аккуратно выглядит, а на плече очень даже. Я посмотрела связанные джемперы по этому описанию. Многие мне очень даже понравились. Так что я буду приступать в скором времени к проекту, к этому. Попросила мужа распечатать мне описание. И посмотрим, что же там интересного в нем будет. Буду держать вас в курсе. И спасибо большое Ольге, которая мне его подарила. На самом деле, это всегда такая немалая поддержка для меня. Когда я что-то задумываю, сижу и как-то думаю, когда же мне получится купить описание, получаю его в подарок. Это очень-очень приятно. Если вдруг кто-то хочет тоже мне сделать приятно. У меня на Раулере есть папочка с моими желаниями некупленными, которые я пока все никак не приобрету. Но периодически кто-то из моих зрителей меня осчастливливает и дарит мне эти описания. Таким образом, кстати говоря, был связан цветочный джемпер. Мне тоже подарили описание. Я его не покупала. Вот такие вот новости на сегодняшний день. Я в приподнятом настроении. Надеюсь, что у меня сейчас силы будут еще приготовить ужин. И завтра мы с моей подружкой Катенькой отправляемся на загородный рынок, где продают ткани, всякие-всякие разные вещи. Это прям огромнейший рынок. Я с вами уже там была летом и показывала вам секции с тканью. Я знаю, что даже кто-то из моих зрителей попывал на нем, приехав в Грузию. Представляете? Мне, конечно, очень приятно. И мы завтра отправимся туда, потому что мне нужно кое-что для шитья купить. И после отправимся на маленькое производство, где занимаются выделкой кожи. Посмотреть кусок кожи на двоих, чтобы сшить. Не сшить, а сделать заготовки для летней сумки из рафи. Все рассказала. Завтра, может быть, встретимся с вами на том самом рынке. И я пошла готовить ужин. Юбку на пуговицах я шила в прошлом видео и показывала по выкройке журнала Бурда. Немножко пришлось под себя переделывать. И получилась вот такая вот весенняя юбка, которую можно будет носить не только весной, но и осенью. Потому что здесь довольно осенние краски, струящаяся, легкая, все как я люблю. Ну а сарафан из-за хлопка с льном в составе, клетчатый. Сарафан получился чуть ниже колена. И шила я его по платному видеоуроку, про который тоже рассказывала недавно в видео. Очень простой, любимый мною фасон. Потому что и носить удобно, и хорошо сочетать с какой-то верхней одеждой. И кардиган можно сверху надеть, и какой-то свитер. И будет красиво, уютно и комфортно. Ну а шоппер, про который я вам рассказывала в этом видео, я шила по бесплатному мастер-классу на ютубе на русском языке. Следовала всем пропорциям, указанным в мастер-классе. Получился отличный базовый шоппер, нужного мне размера, с затяжками. Можно завязывать их, можно нет. Внутри карман. И очень удобная модель. Если хотите попробовать шить, очень рекомендую. Все получилось прямо так, как надо. Отличный получился. И очень-очень базовый под совершенно простые образы. Может даже послужить таким особенным акцентом. Привет, друзья! Сегодня среда. Я, как и говорила вам вчера, сегодня ездила с подружкой на загородный рынок. Мы ездили по делам, купить всякие штучки. Мне для кухни нужно было что-то. И главное, нужно было купить катушки для верлока. Я купила несколько цветов, по 4 штучки. Ну не знаю, насколько это интересно. Но покажу то, что, возможно, будет вам интересно. Я немножко поснимала и в отделах с тканями, и на производстве кожаных шкур. Мы купили... Я купила вот такую вот огромную шкуру коровьей кожи, толстую, для того, чтобы сделать из нее донышко и какие-то детали для летней сумки. Для сумки из Рафи. У подружки моей есть очень классная торба. У нее кожаное дно и какие-то еще детали из кожи сделаны. Я тоже очень-очень загорелась. Мне очень хочется. И купила вот такую вот кожу. Красивый цвет. Кстати говоря, ничем сильно она не пахнет. Это производство небольшое. И там прямо занимаются выделкой, окрашиванием кожи в разных цветах. Я там немножко поснимала. И еще мы попросили посмотреть заготовки для ремней. Заготовки для ремней были для джинсов. Довольно широкие. И я увидела там кое-какие небольшие какие-то отрезы кожи. Сказали, что это не кондиция. Мы можем взять просто так. И мы, конечно же, не отказались себе в этом. Во-первых, я взяла вот такие кожаные обрезки для того, чтобы, например, какие-то завязочки делать на сумках или делать маленькие узелочки на молнии на проектных мешочках. Вот из кожи потоньше, некондиция ремней отрезов коричневого цвета довольно много взяла. И сиреневый тоже очень даже симпатичный цвет. Думаю, что мне это для чего-нибудь, для каких-нибудь проектов тоже пригодится. Еще купила простой хлопок. Купила одну гобеленовую ткань, но ее я покажу уже, когда буду делать проект, потому что это сюрприз. Ну и так по мелочам, но поездка была хорошая. Было, правда, очень холодно и ветрено. Я ездила в очень теплые лопопейсе. И пока все никак ее не сниму, хотя домой я приехала уже часа три назад, но все еще отогреваюсь. И давайте покажу, как выглядит моя бегемотиха. Я вчера ее все-таки собрала. Выглядит она вот так. Почему она такая кривая сейчас? Интересно. Вроде бы все ровно пришивала. Вот, вот так вот выглядит. Вот такие вот у нее длинные-длинные ножки. Не нашла подходящего размера черной пуговицы. Взяла бордовой и акриловой краской их покрасила. Ну, все выглядит замечательно. У меня болтается пока ниточка, потому что я не уверена, насколько крепко я посадила голову. Если понадобится, я ее еще строчку проложу по всему периметру головы, если будет такая необходимость. Поэтому ниточку я пока не обрезала. Нужно ее просто как-нибудь аккуратно завязать, чтобы было поудобнее. Но, по-моему, похоже на девочку. Но мне, по крайней мере, так кажется. Давайте сравним по размеру игрушки из предыдущей книги и из этой. Предыдущая. Лисичка Адель была связана из первой книжки. Луиза Кроутер. Спицы такой же номер пряжи. Здесь была альпака от Дропс. Это бобильная пряжа. И по размеру они немножко отличаются. Вот это все-таки поменьше, бегемотиха побольше. И я сейчас какое-то количество времени провела за подбором пряжи на платье. Все думала, какого цвета делать сарафанчик. И нашла у себя вот такой вот моточек перуанской альпака красивого зеленого цвета. И, может быть, внизу будет три уши розовая или сиреневая. Из сиреневой, из этой пряжи, кстати, связан у Адель кардиган. И розовая тоже какая-то похожая была. Ну, посмотрим. Начну, наверное, с зеленым цветом, а розовым продолжу. А может быть, даже и наоборот. Но вот будет опять весенняя цветовая гамма. Я вот такие вот моточки приготовила для этого. И сегодня приступлю к вязанию сарафана. Это даже не платье сарафан, потому что без рукавов. И, по-моему, у бегемотихи еще будут панталоны. Но не уверена, надо будет обязательно прочитать повнимательнее. Ну, вот такая вот она получилась. Она набита довольно плотно. И наполнитель, по-моему, не особо виден. Все хорошо. Вот такая вот красивая девочка будет. Сегодня поколдуем с платьем. Может быть, сверху какая-нибудь будет вышивка. Потому что связать игрушку, это отнюдь не вся работа. Главное поработать с ее одеждой. И тогда у нее уже будет совершенно другой характер. Она будет по-другому выглядеть. Но вообще, мне кажется, что она уже очень даже милая. Добавить каких-то интересных аксессуаров. И все будет тогда красиво. Сегодня больше ничего не делала. Ничего не шила. Просто потому, что были дела. И сейчас я, наверное, еще какое-то время хочу посвятить выкройке поясной сумки. Уже начала вам про нее рассказывать. И больше ничего не рассказываю на протяжении нескольких дней. Ждала, когда муж меня распечатает выкройку. Выкройка выглядит вот так. Она очень и очень маленькая. Мне нужно сильно увеличить ее. И я сейчас, наверное, этим и займусь. Возьму кальку и буду перерисовывать, увеличивать детали. Потому что, ну, это, конечно, совершенно сумка не на взрослого человека. А скорее на бегемота, чем на меня. Поэтому буду ее увеличивать. И, может быть, если будет время, раскрою детали. И придумаю, каких они будут цветов. Вот такие вот у меня планы на сегодняшний вечер. Сейчас буду с вами уже прощаться. Пойду дальше немножко отдыхать и заниматься делами. И встретимся с вами уже завтра. Обещала вам небольшую прогулку по рынку. И я сейчас нахожусь в отделе с хлопком. Это хлопок турецкий на постельное белье. Я здесь пару раз покупала. Как раз на комплекты составляла из разных тканей. И вот показываю вам, что появилось нового. Возможно, вам что-нибудь в кадре даже понравится. Ну, ткани много с детскими какими-то рисунками. Хотя они тоже бывают очень милые. И всякие животные, единороги. Был принц с маленьким принцем. И всякое-всякое разное. Ткани шириной 2,20. И, в принципе, они подходят не только для постельного белья. Но и для каких-то других целей. Я частенько подкладки на проектных мешочках, на всяких сумочках делаю именно из этих тканей. Конечно, выбор очень и очень большой. И приятно там даже просто походить, посмотреть, повдохновляться. И что-нибудь в голову приходит. Я даже там увидела одну ткань с каким-то похожим на узбекский национальный рисунок в красивых цветах. И вот хожу и думаю, нужно ли мне ее купить для того, чтобы шить какую-нибудь симпатичную одежду. Даже если не ходить в городе, то ходить дома. Например, шить какие-нибудь штаны на резинке. Вот такой вот выбор. Однотонные ткани это сатин. Но и хлопки тоже однотонные есть. Вот в этом отделе как раз я очень часто ткани и покупаю. Посмотрите, какое разнообразие. Но качества везде одинаковые. Много красивых принтов и какие-то турецкие узоры. Вот видите, немножко узбекских, я их так называю, тканей. Все очень понравилось и замечательно мы провели на рынке время. Сейчас еще пару тканей покажу. Это уже более плотные ткани интерьерные. Из них шьют и сумки, и скатерти, и что-то другое. Вот я подружке показываю, что мне понравился вот этот вот принт. И было много плательных тканей, но было очень холодно, ветрено. Поэтому просто на них посмотрели и пошли дальше. Это штапель. Штапель очень тоненький. Но вот этот штапель, не могу сказать, что очень качественный. Он как-то быстро теряет свой вид красивый. И у меня было из него один раз платье. А вот сейчас показываю курточные ткани. Ткани хорошие, стеганные, но там нужно еще ставить подкладку. Или вот мы с Катей рассуждали, что возможно, можно было бы в два слоя свернуть эту ткань. И было бы здорово. Но еще вот показываю, какие ткани были интересные, что понравилось. И теперь мы плавно перемещаемся с вами в производство кожи. Теперь смотрим кожаные отрезы. Вот этот как раз я, по-моему, и взяла. Немножко перевирает камеры цвета, потому что в помещении было очень темно. А вот эту красивую гладкую кожу взяла Катя себе на сумку. Так вот это все выглядит. Не могу сказать, что я бы стала рекомендовать вам поехать в это место. Обязательно нужен грузинский. И это такое мероприятие не для всех. На любителей. Потому что это, можно сказать, какое-то подсобное помещение, куда вас заводят. И стоит огромный агрегат, который занимается измерением отрезов кожи. Привет, друзья! Я сегодня четверг, у меня небольшой перерыв между делами. Жду подругу. Только что вытащила пирог из плиты морковной. Столько сегодня всяких разных дел делала, что даже некогда было записывать то, как я его готовила. Просто быстро приготовила. И побежала делать дела дальше. Давайте расскажу про то, как продвигается вязание бегемотихи. Я вчера занималась платьицем. Вязала я его сарафаном, точнее. Вязала я сарафан. Пряжа пихорка перуанская альпака. Я очень люблю эту пряжу. Она очень действительно достойная. И я вчера вязала сарафан весь вечер. Не завершила. У меня было ощущение, что я вяжу изделие на взрослого человека. Потому что она вяжется поворотными рядами сверху вниз. И набирала 170, кажется, 7 петель на спице 3,5. Я иногда на себя, когда вяжу плечевое изделие. У меня внизу тоже бывает 185 петель. Но, в общем, вязание было не очень быстрым. И вот так вот выглядит сейчас сарафан. Я его постирала. Провела в этоо. Потому что нижняя часть закручивалась. Нужно выровнять было. И здесь ажур. И, вы знаете, я ажуры вяжу крайне-крайне редко. Очень редко. И поняла, что очень приятное осознание пришло, что с опытом все приходит быстрее. И получается лучше все. Я вообще тоже не специалист в ажурах. Но в этот раз у меня все красиво получилось. И такой очень девчащий сарафанчик. Он будет на пуговках. Пуговки сейчас буду подбирать. Но посмотрите на ширину и на бегемота. Я, когда увидела цифру, количество петель, которые мне нужно было набирать, я прямо хотела аж в лупу посмотреть. Может быть, я как-то ошибаюсь. Потому что это очень много. И изделие действительно немножко ей широковато. Чуть-чуть. Я, может быть, как-нибудь подсажу на спинке какую-нибудь складочку аккуратненькую сделаю. Потому что спереди хорошо сидит. Вот, смотрите, вот эта часть верхняя, она ей как раз. Но то, что сзади, вот оно немножко, немножко великовато. Поэтому я, наверное, немножко подсоберу. Но будет все равно очень даже симпатично. Внизу у меня чистая шерсть, твит шотландский от Троицка, который я использовала при вязании своего цветочного жаккардового джентера. Просто моточек был рядом. Он мне как раз подошел по толщине. И я решила, что вот такого цвета будет у бегемотики. Сарафан. Еще предстоит связать трусики или панталоны. Я думаю, что они будут бледно-розового цвета такого, старой розы. И будет очень нежная девочка. Девочка-девочка прям такая. По описанию в книжке у нее еще есть вот тут вот нагрудный карманчик. Я думаю, что я вместо карманчика лучше сделаю какую-нибудь такую вышивку симпатичную. Какие-нибудь цветочки французскими узелками, например. Будет здорово. В качестве какого-то акцента. И будут лямочки. Лямочки я тоже постирала сейчас. Они высохли. Они будут контрастные. И такой свеженький весенний образ будет у нее. Думаю, что сегодня я все-таки доделаю все, что начала. И будет очень-очень милый бегемот. Немножко другого размера. Не такого, как лисичка. Подумаю. Может быть, даже кому-нибудь подарю. Мне часто задают вопросы. Зачем мне столько игрушек? Зачем я их вообще вяжу? Ну, во-первых, мне просто очень нравится вязать игрушки. Я люблю придумывать какие-то истории. Рассказывать вам о них. И я люблю дарить игрушки. Дарю я их не только детям. Даже я бы сказала, что практически все игрушки, которые я подарила, я подарила не детям, а взрослым. И подружкам, и женщинам, и все очень-очень любят игрушки. И у меня, на самом деле, их не так много осталось. У меня сидят звери в корзине. Есть овца интерьерные. И есть пара игрушек, которые живут у меня в мастерской. Это я говорю об игрушках, связанных с пиццами. Ну, и есть несколько игрушек крючком по описанию из книжек Пикапау. Их я тоже люблю. Ну, вот бегематику движу и подумаю. Думаю, что она справится кому-нибудь жить. И будет кому-нибудь радовать. Получилась она, по-моему, замечательная. Не совсем готова, но уже близка я к завершении работы. И сегодня я заходила утром на почту. Мне пришли кое-какие заказы с Алиэкспресс. И я заказывала там одну штучку. Увидела на Пинтерест симпатичные брелки для ключей. И этой фурнитуры я не нашла в Грузии. Ну, и стала искать, искать где-то в мастер-классах. Наткнулась на то, как это правильно называется. Сейчас уже не помню. Но ссылочку на магазин в Алиэкспресс, которым я заказывала, я вам оставлю. И я заказала набор креплений таких. Выглядят они вот таким вот образом. Возможно, у вас они в свободном доступе. Мне кажется, что это такое очень приятное добавление к какому-нибудь подарку, например. И себе я тоже хочу такое сделать. Я видела варианты на Пинтерест. Там из твидовой шерсти сделаны вот эти вот брелки. Мне они очень понравились. У меня тоже есть какие-то маленькие отрезки ткани. И не только твидовые, а просто хлопки какие-то красивые. А куфактум, например, когда остаются какие-то остаточки, я ничего не выбрасываю. И думаю, что сделаю брелочков. У меня много. Наверное, штучек 10. И я планирую сделать и оставить себе и кому-нибудь подарить. Думаю, что это приятный сюрприз такой был бы для кого-нибудь. Вот такой вот целый набор. Он был недорогой. И еще есть на Алиэкспрессе набор вместе с инструментом, который зажимает аккуратно вот эту вот деталь. Но с инструментом было гораздо дороже. Там еще был способ нарисован, как это сделать, чтобы не повредить деталь. Но я думаю, что у меня все должно получиться. Цвета бывают разные. Мне кажется, что я заказывала бронзовые, но пришли серебряные. Ну, пусть будут серебряного цвета. Не страшно. Вот такие вот новости на сегодняшний день. У меня осталось 40 минут примерно до прихода подружки. Я сейчас пойду достану свои пуговицы. И буду подбирать пуговицы для того, чтобы пришить на сарафан к бедьмотике. Думаю, что красиво было бы какие-нибудь перловутровые пуговицы. Посмотрю, есть ли подходящего размера. Надеюсь, что есть. Ну, и пойду резать пирог. И с вами мы уже увидимся завтра в пятницу в финальном эпизоде этого видео. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok. девочка приоделась очень симпатичная такая нежная хрупкая несмотря на свои не такие уж и маленькие размеры что я вчера сделала я вчера пришила пуговки к сарафану пуговки перламутровые сделала небольшую вышивку вышивка с бусинками французские узелочки и посредине белый акцент для того чтобы платье не было таким скучным также решила немножко выделить линию талии и просто шерстяной ниткой который вывязывала кружева сделала такую строчку и затянулась немножко теперь сарафан сидит хорошо он и на и сзади на пуговках тоже на перламутровых и вот так вот он выглядит но на этом я конечно же не остановилась и у бегемотики появились панталоны панталоны выглядят вот так мне кажется они получились максимально милыми шила бусинки и декоративные сделала бантики бантики из старого такого немножко вытесывающего кружева чтобы добавить образу романтичности панталоны на пуговках их торчит хвост и у них опять замечательная посадка вывязывались короткие ряды все как у взрослых чтобы все было хорошо прикрыто и хорошо форму держали вот так вот получилось по моему это очень очень мило выглядит и теперь я могу сказать что девочка наконец-то готова практически неделю с ней работала но это было очень приятное времяпрепровождение и я думаю что она потом отправится в подарок одной из моих подруг вот такая вот получилось нежненькая нежненькая называть не буду наверное никак дам возможность новой хозяйки самой сделать выбор но по крайней мере я пока так планирую но это очень мило панталон я вязала из пряжи drops north я кстати говоря по моему с ней раньше даже не работал у меня лежал несколько моточков которые мне прислала моя зрительница в подарок это drops микс и очень красивый цвет сейчас он у вас передается более брусничным более ярким но он старый розовый приглушенный и давайте номер цвета вдруг кому-нибудь интересно будет номер цвета это 20 очень красивый цвет мне кажется даже мне такой цвет подходит но хотелось чтобы максимально натуральная пряжа была в игрушке и это пряжа в составе которой есть альпака здесь 45 процентов альпака 30 полиамиды 25 шерсти и получилось очень нежное сочетание зеленого зеленого такого шалфейного и розового то что надо на весну так что девочка тоже весенний получилось ну и когда я уже завершила работу над ней не могу сказать что я прям быстро это все сделала ближе к вечеру позднему я решила попробовать открыть описание по которому я планирую вязать новый джемпер это свитер номер 22 от my favorite knitwear и там будут пуговицы по плечу я посмотрела описание связала образец в плотность образца я совершенно не попала и вообще метраж пряжи 50 грамм 100 метров и спицы предполагаются для основного полотна номер четыре у меня пряжи такого же метража но я не попала в высоту сильно и не попала на несколько петель в ширину в образец решила попробовать взять просто самый маленький размер там довольно серьезная свобода облегания предполагается и заниженная линия плеча спущенное плечо и я просто начала вязать не знаю может быть я буду все пересчитывать и переделывать смотрите что получается вообще так интересно все выглядит вот так вот выглядит деталь переда по по левому плечу будут идти пуговицы поэтому здесь еще более короткая планка чем справа вот я думаю что точно даже заметно и того что у меня получается у меня получается что я сначала укороченными рядами я сначала укороченными рядами вывязывала часть детали левого плеча потом правого плеча тоже укороченными рядами потом все это вместе соединила и вот так вот у меня сейчас выглядит начало вязания Ну, на самом деле не вот так, а вот так. Просто сейчас настолько неудобная деталь, что я не знаю, как ее лучше взять в руки. Вот так вот выглядит горловина. Ну, пока все, в принципе, нормально. Я провяжу еще несколько рядов и приложу к какому-нибудь плечевому изделию. Надеюсь, что это уже будет более-менее понятно и удобно сделать. И дальше до подрезов я, по-моему, вяжу просто поворотными рядами. Потом вывязываю тоже укороченные ряды на спинке, на плечах. И потом перехожу к круговому вязанию. Насколько я поняла, все выглядит примерно так. Так что я чуть-чуть повяжу и посмотрю. Если мне посадка не понравится, я все буду пересчитывать. Хотя это будет не очень-то и просто сделать. По поводу пряжи, из чего вообще вяжу, так и не рассказала. Вяжу я из пряжи нора. Очень интересная пряжа. Каждый моточек не очень сильно похож на другой. Цвет у меня 503. В составе пряжи. Пряжа называется Silk Garden. Шелковый сад. И здесь 45% шелка. 45% махера. И 10% шерсти. Здесь нет никакой синтетики. В 100 граммах 50 метров. Вообще, рекомендую спицы 4,5-5. Я же вяжу на четверке. Потому что в плотность я и так не попала. Но посмотрим. Впереди много работы. И я думаю, что в следующем видео мы подробнее остановимся на этом изделии. Я буду больше всего рассказывать. Сейчас пока только начало. Но было интересно начать, попробовать, посмотреть, что же у меня получается. Будет очень красивое цветное изделие. С красивыми пуговицами. Вот так вот уже похудел моточек. Он совсем маленький. Но у меня на целое плечевое изделие, я думаю, что пряжи мне хватит. Тактильная нитка интересная очень. Здесь, наверное, чувствуется шелк. И мохер я здесь не чувствую. Чувствую шерсть. Очень неоднородная нить. Причем она неоднородная не только по цвету, но и по толщине. Очень интересный проект будет. И надеюсь, что вам интересно будет за ним последить. Ну и давайте небольшие итоги недели. Я могу сказать, что я за неделю практически успела немножко обновить свой весенний гардероб. Довязала джемпер. Он хоть и не на теплую весну, а на прохладную. Как раз сейчас я его буду носить. Также я дошила свою юбку на пуговицах. Она уже точно на весну. Сшила льняной сарафан в клетку. Тоже на весну. Сшила шоппер весенне-летний. Так что очень даже продуктивно прошла неделя. Ну и главным итогом недели стала вот эта вот красивая бегемотиха. Мне кажется, она получилась очень действительно нежной и славной. И надеюсь, что она понравится моей подруге. Работы было немало. Работала я над ней сколько? Наверное, на дней 5 или 6. Но это не столь важно, потому что я получала большое удовольствие от процесса. Здесь много чего было. И пряжа была приятная в работе. И действительно отдохнула немножко от плечевых изделий. Сейчас к ним вернусь, потому что впереди много и много планов. Благодарю вас за просмотр этого видео. Надеюсь, что оно было для вас интересным, полезным и вдохновляющим. Если оно вам понравилось, поставьте ему лайк. Пишите комментарии. Если заглянули на канал впервые, добро пожаловать. И буду рада увидеться с вами снова. Хочется пожелать нам с вами, чтобы этот месяц, февраль, такой очень переходный, поменьше принес нам каких-то плохих новостей, чтобы на душе просто просыпаясь утром было более-менее спокойно. Если вам помогает в трудной ситуации в вашей рукоделии, хобби, занимайтесь им, отвлекайтесь от грустных и тяжелых мыслей. Я стараюсь сделать это именно так. Потому что я знаю, что, по крайней мере, мои видео приносят кому-то радость. Возможно, имеют какой-то действительно даже терапевтический успокаивающий эффект. И желаю вам всем добра, тепла. И увидимся на следующей неделе. Цикл видео про вязание моды еще не завершен. Осталось буквально, наверное, два видео. Я не буду рассказывать, скорее всего, про 90-е, возможно, хотя бы мельком расскажу про 80-е, потому что я знаю, что аудитория у меня очень обширная. У меня есть зрители разных, абсолютно разных поколений. И, возможно, кто-то не родился в 80-е и про моды 80-х знает не так много. И покажу модели, которые вязали и носили в это время. Прощаюсь с вами до вторника. До новых встреч. Пока-пока.